всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню мясо свинятина хочу пройтись немного по итальянской кухне речь пойдет о паркете паркета это значит как свинина свинятина с итальянского представляет из себя по сути запеченный рулет из свиной грудинки запекаем прямо в шкурке обильно приправленный солью перцем и вообще целой кучей всяких разных приправ в разных регионах италии разный набор приправ где-то добавляют свежий укроп где-то только сухой фенхель почти везде где-то красное сухое вино где-то сладкое вино типа марсалы и кое-кто не будем говорить кто хотя скажем от дженера кантальда даже фарш специально делает смесь мяса хлебных крошек и этот фарш приправляя разными специями добавляет в парчетту короче разнообразие просто чудовищное главное что надо запомнить нужна грудинка в шкурке и нужно печь ну или духовка тоже подойдет результат будет лучше если вы для этого блюда выберите нежирную грудинку я прекрасно понимаю что словосочетание нежирная грудинка звучит странно но тем не менее штука это запекается очень долго в результате жир вытапливается а мясо в течение вот этого длительного времени по сути томится тушится варится в этом собственном соку и в этом жиру понятно что сколь у долго не вытапливай весь жир не вытопится поэтому ну я уже сказал насчет жирности и так вот у меня отличный шмат я его собираюсь свернуть но надо предварительно подготовиться дело в том что в результате запекания я хочу получить хрустящую шкурку это вообще один из самых важных моментов паркете значит вся эта шкурка должна остаться снаружи а внутри рулета должно быть только мясо ну и сало значит лишнее надо срезать это лишнее я потом переложу внутрь если на ютубчике поиском набрать паркеты посмотреть какие огромные кусищи разные рестораны под это дело запекают можно просто обалдеть огромнейшие но моему семейству такие порции вовек не осилить поэтому я выбрал шмат поменьше так соли достаточно теперь черный перец сухой розмарин и надо обильно присыпать сухим чесноком чуть не забыл вот так вот и молотом фенхелем да и давайте-ка быстренько метемся в лабаз вообще для свинины по этому рецепту нужно какое-то сладкое вино я вот в раздумьях то ли взять портвейн порта крус то ли херес так крем херес дульсе наверное все таки возьму вот это риалта сора это химинес она подороже на качество получше я надеюсь я еще подумал взять сидра свинина с яблоками хорошо смотрится но потом решил не смешивать разные вина может быть в следующий раз сидром сделаю так немного хереса без излишнего энтузиазма так и чили перца чуть-чуть и растеть смешать все эти вот кусочки тоже сюда а теперь надо свернуть очень плотный рулет и вязать его затем тоже очень плотно ну и позабочить чтобы растопившемуся жиру было куда вытекать работа для маньяка ну и теперь в духовку жар верхний и нижний включу на первое время на 160 градусов чтобы жиру паркета не плавала лежать она будет на решетке а под ней уже противень в которой будет жир стекать что касается времени запекания для куска вот такого размера это не меньше четырех часов тут вообще надо немножко подумать сообразить что у вас духовке происходит используется стандартный прием низкотемпературное длительное запекание на самом деле какая реально духовке в температура у меня да и у вас тоже никто не знает поэтому если у вас скажем через час-полтора шкурка уже начала активно зарумяниваться значит температура высоковато надо во первых температуру немножко понизить а во вторых можно даже на на фольгой укрыть чем дольше паркета готовится в духовке и при этом не высыхает естественно тем она вкуснее поэтому надо подобрать такой режим вашей духовке но и в моей чтобы она была готова вытопился жир и она вот сядь стала вот этой самой хрустящей корочкой покрылась через четыре через пять часов для куска такого размера если он огромный у вас там два раза больше и в диаметре даже больше то часов восемь не нужно там держаться а ладно будем ждать и следить за паркетой что там с ней происходит по времени ну естественно я буду писать как я буду изменить температуру в течение этого времени ждем а свершилось я выдержал 6 часов красотень какой результат шкурка слышите тверденькая как хрустящая надо ее пробить вот так вот и разрезать отлично подают эту штуку паркет то он частенько в виде начинки для булки это вообще-то уличная еда мясо и хлеб что может быть проще и лучше так ну и надо уже откусить шмат очень пряное очень очень нежное мясо такое собственно соку такой разваливающийся так шкурка великолепно знаете можно еще пару часов смело держать и хуже не будет особенно если она больше по размеру просто прекрасно просто класс я думаю что если ее положить в холодильник а потом разогреть микроволновки чтобы она такая была классная то эту штуку можно есть еще неделю нет неделю нельзя за один день съедите точно ну если замок повесить на холодильник то и неделю выдержите точно слюна бежит не могу остановиться ладно я вам показал очень простой очень классный рецепт и он классный для паразитного стола совершенно однозначно особенно приятно что вот эта разбежка во времени пять шесть восемь часов вполне терпит то есть если ваши гости задерживаются есть у вас какие накладки происходят ничего страшного с этой парчетой не произойдет она станет только лучше если она дольше постоит в вашей духовке убавить огонь немножко там не сто шестьдесят поставить а сто пятьдесят градусов когда гости все еще не идут к примеру и все будет отлично ну так берите этот рецепт нагружения готовьте наслаждайтесь огромное спасибо огромное спасибо спонсору самуле за предоставлены ножи иначе только топором рубить эту хрустящую корочку вам спасибо за компанию за лайки и дизлайки и репосты за репосты отдельное спасибо приятного аппетита всем пока а